В эфире актуальное интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте и гости нашей студии. Сегодня Родион Букаев, главный режиссер Казанского театра юного зрителя и Евгения Алексеева, драматург из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Рада вас приветствовать у нас в городе, в Сарове. И для начала посвятим зрителя, в суть вашего визита в наш прекрасный город, драматическая лаборатория проекта «Своя территория». Это межрегиональный проект. Что это за проект такой вообще, как давно он существует? Потому что Саров лишь в этом году впервые присоединился к проекту. Я тоже впервые, а вот у Евгении как раз есть опыт, и я думаю, что она расскажет. Я, да, боюсь немножко сбиться в цифрах, а точно, что фестиваль существует уже несколько лет. Сначала он существовал как конкурс драматургический, и драматурги писали пьесы, отправляли их в театр Тарского, в Тарский театр Умской области. Вот, про подростков на разные темы был конкурс, и отбирался шорт-лист, и потом режиссеры ставили эскизы. По лучшим пьесам и самые лучшие эскизы могли предлагаться дальше в театры Омска и Омской области как спектакли для подростков. Дальше они стали развивать эту тему, что важная часть этого фестиваля – это общение с детьми, со зрителями, с подростками после спектакля. И было организовано специальное обучение для психологов Омска и Омской области, как разговаривать с детьми на сложные темы, как вместе с детьми смотреть спектакль, чтобы потом его максимально эффективно в безопасной обстановке спокойно обсуждать. Вот, так что это вот очень важная часть, что лучшие пьесы ставились режиссерами, и потом проходили обсуждения вместе с детьми разных таких вот сложных конфликтных тем, как, ну, разных, и первая любовь, и буллинг, и отношения с родителями, и проблемы в школе. Вот, а сейчас, вот уже второй год, лаборатория эта усложняется, теперь драматурги ездят в разные города и пишут вместе с детьми пьесы. То есть дети соавторы, получается? В некотором смысле. Наверное, правильнее сказать, что дети дают сюжеты, да, то есть они такие доноры информации. Они рассказывают, они делятся историями на выбранные темы. Вот в прошлом году я писала с ребятами из Омска и Омской области про первую любовь, вот, а сейчас здесь, в Сарове, у нас другая тема. Какая, если не секрет? А мы вместе с режиссером и с ребятами выбрали детско-родительские отношения. И это спектакль на эту тему будет? Ну, рано пока говорить о спектакле. Скорее, это будет эскиз спектакля. И там будет подниматься тема отцов и детей? Да. А актеры – это актеры нашей драмы или детей тоже привлекаете к постановке? Тоже пока рано говорить. Если вдруг будет очень острая необходимость, наверное, мы будем просить театр, чтобы театр позволил нам привлечь детей. Потому что, ну, как бы дети в театре – это такая сложная организация. Хотя это возможно. У меня в театре в Казани, например, есть два спектакля, где дети присутствуют. Вот, не знаю, пока ничего не понятно. Мы только приехали, вот, и за четыре дня мы определились пока только с темой. А исходя из чего выбрали эту тему? Почему именно эта тема? Она сейчас самая актуальная или от детей такой запрос исходит? Потому что, я знаю, дети писали сочинения, да? Да, дети, да. Это было изначально как бы такой, как они входили в этот проект. Они должны были написать сочинения. Были даны что-то там 12 тем. Они могли написать на любую тему. От патриотизма до обсуждения ЕГЭ и, да, в общем, несчастной любви и чего там только не было. Вот. И было очень мало сочинений в Сарове, надо сказать. Поэтому мы выбрали буквально пять сочинений и пригласили также тех, кто, ну, кто еще хочет поговорить из писавших сочинения. Вот из этих 12 человек. Вот в итоге к нам на встречу сейчас ходят 7 ребят от 12 до 16 лет. И так получилось, что тема детско-родительских отношений интересна всем. Вот каждому из семерых детей. И также, что очень важно, она интересна режиссеру Родиону и она интересна мне. То есть вот мы совпали в этом. Так интересно, вы говорите, дети приходят на встречу. То есть у вас как-то вместе рождается спектакль или для чего они приходят на встречу? Они рассказывают свои истории, они рассказывают сюжеты. Вот то, что с ними случилось, то, что случилось с их одноклассниками, какие там были проблемы, какие были решения. Мы сначала обсуждали разные-разные темы. Про дружбу много говорили, про буллинг очень много говорили, про школу много говорили. Но как-то все сошлись, что про родителей им интереснее всего было бы посмотреть на театральные семьи. Не совсем про родителей, а про взаимоотношения. Про взаимоотношения, да. Между детьми и родителями. Про семьи. Вот даже одна девочка озвучила запрос, а мне было бы интересно посмотреть на разные семьи. Так интересно, это, получается, будет постановка, основанная на реальных историях, или как? Да, возможно. Ну, возможно, что какая-то история ляжет в основу постановки, да, может быть и нет, пока сложно что-то сказать. Это такая, знаете, такая организация процесса, что производит театр, да, его, это производство, не взвесить на весах или не измерить линейкой, это такие не совсем четкие, понятные категории, которыми можно оперировать. Вот, тема уже понятна, и это хорошо. Да. Это уже хорошо. Это очень много, потому что мы далеко не сразу, собственно, на третий день мы смогли определиться, и это тоже было хорошо, что это на третий день, а не на седьмой день. Ну, вы можете, наверное, понять, мы, когда приехали сюда, и вот эта закрытость, она все равно отображает, ну, определенное какое-то сознание местного жителя. Он тоже внутри не сразу раскрывается, вот мы видим такую оболочку достаточно закрытую. Это особенность города, вот, не каждый город за семью печатями, да, за колючей проволокой. И то, что мы нашли эту тему, и то, что дети, на самом деле, даже семь человек раскрылись, это уже большое чудо. А какие темы родительско-детских отношений, вот, интересны современным подросткам? Это непонимание, это разность поколений, да, разные ценности, что вот больше всего беспокоит? Попытка найти общий язык или конфликты какие-то? Непонимание. Непонимание прозвучало абсолютно от всех, и вот это показалось, мне показалось, что это самая такая вот болевая точка пока что. Понятно, что какие-то вопросы, какие-то претензии, несогласия, да, конфликты поколений, разные мировоззрения, это все имеет место быть, да, и вот, а вот именно, да, непонимание. Ну, мне кажется, это такая тема, которая веками идет, в том числе и через литературу, и через драматургию, и через жизни, да, отцов и детей, потому что, мне кажется, к ним можно бесконечно, да, обращаться. Да, другое дело, что есть регионы, где, наверное, эта тема, ну, скорее, не такое ведущее положение занимает, а буллинг, например, острее. Здесь мы нашли вот это, что откликается. Или суицид острее, да. Или любовь. Да, а вот тут вот как-то, опять же, мы не можем это все, невозможно так обобщать, да, но конкретно те детки, которые к нам пришли, люди, которые к нам пришли, и с удовольствием, как мне кажется, в этом участвуют и с нами общаются, и действительно, спасибо им, открываются, им интересно это, да. Мне кажется, я с вами разговариваю, и мне кажется, что это проект с таким легким, может быть, и нелегким терапевтическим эффектом, да, потому что проговорить проблемы, проговорить то, что беспокоит, наверное, для участников не просто раскрыться, да, а выболить, да, какую-то свою боль и может перейти на другой уровень. Безусловно. Вот, если честно, мне кажется, что, крамольная такая мысль, мне кажется, что это самое лучшее, самое, да, самое терапевтическое, потому что как работает дальше, очень, как дальше будет работать проект, как пойдут обсуждения, как будут играть актеры, как все дальше сложится, мы не знаем. Но то, что вот сейчас мы общаемся в безопасной обстановке, в доверительной, в такой безоценочной, а с ребятами из разных школ и, в общем-то, разных возрастов, и мы разговариваем, мне кажется, это правда очень хорошо. Театр несет не только художественную какую-то функцию или просветительскую, театр иногда еще и несет и социальную функцию. И, собственно, действительно, на выходе этот проект скорее такой вот в сторону социального театра, есть такое направление. Вот, мы можем четко дать понять, что подростковая аудитория – это самая такая вот, наверное, выявленная аудитория, которая меньше всего хочет ходить в театр. И здесь есть запрос от театра, и есть запрос, собственно, не только от конкретного Саровского драматического театра, а вообще от Театральной России. Это бесконечный поиск новых текстов для подростков, про подростков, с подростками, очень много лабораторий. И в данной ситуации Саров он не отстает, тоже идет в тренде. Как дальше будет развиваться проект? Сейчас этап встреч, да, поиск, вот основную мысль нашли, дальше, может, каких-то мини-идей для спектакля. Дальше, какой следующий этап? Что ждать дальше? Следующий этап 8 мая будет в Омске встреча, питчинг, проектов. Мы должны, питчинг, наверное, тоже неправильное слово, которое они выбрали, потому что питчинг подразумевает некоторую конкуренцию и выбор, да. Тут мы будем просто встречаться и рассказывать кратко о синопсисе, основную вот идею, не только идею, но и, в общем, уже основную сюжетную линию. Будут встречаться драматурги, театральные критики и психологи, которые специально обучены для этой программы из Омской и Омской области. Вот, и мы будем делиться своими идеями, своими синопсисами и давать друг другу обратную связь. Это будет 8 мая. Следующее, после синопсисов, в течение лета, я так думаю, что это будет до первого там или до какого-то начала сентября, драматурги, которых 5, кроме меня, будут писать тексты, будут писать уже до готовности 100% доводить тексты и отправлять их режиссерам. И режиссеры осенью, наверное, в октябре или в ноябре, собственно, приезжают в те театры, на которых их представили. Вот, я приеду сюда, и мы будем уже с артистами драматического театра у них на территории, в конкретной локации какой-то, на сцене, я не знаю где пока, вот, ставить эскизы. После этого будет фестиваль этих эскизов уже в городе Таара, Омской области. Или уже в самом Омске. В самом Омске. Ну да, это сейчас, на самом деле, решается, наверное, окончательно. В общем, этот эскиз вместе с актерами полетит туда, и там будет такое вот как бы представление всех эскизов из разных городов, которые участвуют в лаборатории. И после этого они все разъедутся и с воодушевлением начнут планировать, вот, директора театров будут решать уже, когда им ставить такую постановку. Может быть, не надо ставить, может быть, надо оставить как эскиз. В общем, ну, это уже театры сами будут решать. А вот из вашего опыта, участия в этом проекте, вот эти эскизы, как часто они перерастают в спектакли, как часто они получают продолжение на сценах театров? Ну, или это достаточно такие тяжелые постановки? Достаточно. Вот такой вот проект, когда пишется пьеса вместе с детьми, она второй раз, она второй год проходит. Поэтому я не знаю, не могу вам, правда, сказать. В прошлый раз участвовало только три драматурга, и, насколько я знаю, только один драматург, как раз Игорь Витленко, его пьеса ставится где-то, по-моему, в Омске. А наши две пьесы, они там сейчас в процессе обсуждения и поиска ресурсов и финансов. Лабораторное движение, оно такое многообразное на самом деле. Есть с драматургами, есть когда просто режиссер уже приезжает один и привозит готовую пьесу. Есть эскизы по классическим произведениям. В общем, масса разных вариантов, на мой опыт, где-то действительно ближе к 30% происходит, собственно, потом выдача, перевоплощение из эскиза в готовый спектакль. Хотя есть исключения. Например, когда у нас два года назад была лаборатория, полтора, мы делали ее по произведениям Евгения Шварцева, «Он уроженец Казани». Вот мы сделали три эскиза, и все три эскиза стали спектаклями, например. Такое тоже бывает. Благодаря чему эскиз может стать спектаклем? Вот в нем какая-то должна быть изюминка, какое-то зерно или это вот случайность? Первое. Должен совпасть материал литературный, драматургический, собственно, с тем городом и с тем театром, в котором работают именно вот эти артисты. Второе – это, конечно, подготовка режиссера, насколько он внятно сможет разобрать этот материал драматургический, эту пьесу, и насколько удачно у него произойдет вот это вот слияние, химическое слияние с артистами во время репетиции этого эскиза, потому что, как правило, это где-то от пяти до семи дней. Вот. Если случится это, то эскиз считается удачным. То есть очень много «если». Ну да, я вам рассказывал, что это категории, которые не взвесить на весах. Тут масса совпадений должно случиться. Поэтому удача имеет, конечно, вес определенный, большой. И мы уже затрагивали тему, что так важно сегодня подростков привлечь в театр. Какой он спектакль для подростков? Как их заинтересовать, когда сегодня они, как никто, наверное, приспособлены к этому быстрому, стремительному миру, они не могут остановиться, у них вот эти дефициты внимания у каждого первого. А театр – это все равно про какое-то спокойствие. Прийти, выдохнуть, посмотреть. Или вот спектакли для подростков, они тоже должны разгоняться и разгонять зрителя? Общего рецепта тоже нет. Все зависит от территории. Но есть, наверное, какие-то критерии, которые я могу выделить, которые могут быть, наверное, какими-то объективными. Первое – это, конечно, должно быть совпадение тем волнующих подростков с теми темами, которые, собственно, поднимаются в эскизе, в спектакле. Это значит, что возможно, что один из критериев на сцене должен быть персонаж, который был бы близок им по духу и, скорее всего, по возрасту. Это первое. Второе – форма, в которой рассказывается эта история. И вот, наверное, два этих критерия, если они совпадают, то все получается. Дальше уже включается среда, в которой, собственно, живет театр. Если в театре есть какая-то художественная политика, насколько она совпадает, собственно, с детской и подростковой аудиторией. Может быть, театр, который ориентирован, ну, я не знаю, на только сугубо 18+, и на развлекательный репертуар, например. А есть театры, которые, наоборот, ориентированы только на маленьких детей и больше ни на что. Все зависит от условий. А вот вообще театр, точно так же, как и телевидение, последние несколько лет упорно хоронит, что в театр никто не ходит, телевизор никто не смотрит. Но мы знаем по отдаче зрителей, что телевизор смотрит. Что с театром происходит? В Сарове ходят. Саров – это специфический город, где ограничены территории, где не так много мероприятий. И наш трупп по Саровскому драматическому театру ставит очень много премьер за сезон, чтобы обновляться. Здесь ходят, на большой земле. Как дела обстоят с театром? Жив? Скорее жив? Теряет аудиторию. В среднем где-то 3-6 процентов, это уже оптимистично, ходят в театры. Вы знаете, театры пытаются найти какие-то новые коммуникации со зрителем. И это, собственно, вот эти лаборатории, они тоже созданы для этого. Потому что не все же только играть классиков, а современная драматургия тоже необходима. Особенно, если у тебя молодежные направления театральные. Но вот я вам скажу, например, в Казани, в Казанском театре юного зрителя, у нас порядка 90 тысяч за прошлый год посещений. На один зал 267 мест мы играем на большой сцене порядка 340 спектаклей в год. Это помимо еще каких-то проектных спектаклей и спектаклей вне театрального пространства. Это еще несколько десятков. Но это хорошая цифра. Наверное, наверное. Вот у нас есть госзадание, мы должны на каждый рубль зарабатывать определенное количество процентов, копеек и так далее. Но театр на самом деле всегда был таким элитарным искусством. Всегда были люди, которые ходили в него регулярно, и их, как правило, было меньше. И всегда люди, которые не понимают, не принимают, не воспринимают это. Представьте себе, что такое, например, посмотреть телевизионную передачу или кино. Это очень демократично. А кино, которое ты хочешь в интернете, еще демократичнее. Тебе не нужно подстраиваться под четкое расписание, под программу передачи, допустим. Тебе не нужно никуда ходить. Ты можешь прямо вот в чем ты захотел посмотреть кино, в том ты и смотришь. Чтобы пойти в театр, нужно подготовиться, нужно найти нужную дату, освободить под нее время, как-то приодеться красиво, поехать туда. Представляете, какой процесс? В театры ходят люди, которые действительно хотят о чем-то думать, хотят чего-то, хотят вообще как таково. И мы очень рады тем, что эта публика еще есть. И надо сказать, что среди молодежи она тоже есть. Вы согласны, Евгения? Да, я согласна. И я знаю, что в Петербурге сейчас во многие театры билетов не достать прямо совсем на ближайшие месяцы. Вот, собственно, то же самое мы услышали от Марины Владимировны, першины директора. К нам очень сложно, да, попасть в театры. Да. Вот, в Петербурге тоже во многом так. И особенно, если это популярные, если это БДТ, например, если это МДТ, Дозина. Вот, это то же самое. Ну и, конечно же, последний год, скажем так, в связи с тем, что репертуар кино, да, сократился. То, честно скажу, заметный приток вот той аудитории пошел в театр. Те, кто привык ходить, да, вот они уходят теперь в большей степени в театр. Это правда, это вот статистика такая по Петербургу. Думаю, не только. А как вы думаете, должен театр остаться элитарным искусством или вот ему в сторону демократизации идти, допустить возможность прийти в джинсах, в футболке? Может быть, я не знаю, сейчас фантазирую, потому что я всего лишь зритель, из здания театра уйти или в ДК, или на улице, может быть, что-то такое? Я сразу вспоминаю наш фестиваль «Точка доступа», когда театральные, собственно, перфомансы показываются в абсолютно любых, иногда самых неожиданных местах. Вот, например, опера, я не помню какая, показывалась в туалетах гостиницы «Англитер». Это было очень органично. Я, к сожалению, не помню, какая это была опера. В супермаркетах, в общественном транспорте. Мне кажется, это интересно. Это очень интересно. Мы играем в спектакли в разных пространствах. У нас есть бродилка по городу, у нас есть спектакль в трамвае, у нас есть спектакль в винном баре, мы готовим спектакль в гончарной мастерской, мы готовим спектакль в дендрарии. Это только наш театр. Мы по-разному ориентированы на любую аудиторию. Мне уже захотелось в Казань съездить, если честно, на ваши постановки вот такие. Насколько часто вы выходите за пределы театра? Для репертуарного театра очень часто. Тут же еще зависит от сознания, собственно, самой творческой команды. Потому что есть театры, которые, ну, знаете, как вот лошадь бежит, да, вот она вот так вот прямо. И есть театры, которые считают, что есть только одна сцена, и можно говорить только языком классиков, знаете, вот которые были, допустим, сто лет назад или больше. А есть театры, которые разговаривают не только языком классиков, а и классиков, и не ограничиваются. Ну вот как раз, да, мы к тому, к той разнице поколений. Язык классиков современной молодежи непонятен. Вот эти вот все высокопарные фразы, сложные обороты, тяжело слушать. Сейчас язык стал, ну, может быть, и грустно это осознавать, но он стал более простым. Короткие фразы рубленные, какие-то простые, понятные слова. Они всегда понятны нам, взрослым, но молодежи они понятны. Поэтому действительно те, кто держится за классику, может быть, они и теряют аудиторию, может быть, в этом и есть сложность. Нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что есть запрос и на такие спектакли, есть аудитория на классические, вот, классическую интерпретацию, да, вот привычную, и есть запрос на современную, условно-современную, да, какую-то интерпретацию. То есть театральный репертуар, он должен быть как некий слоеный пирог, чтобы каждый нашел для себя свой слой. Верно, да. И каждый слой должен быть очень вкусный. Тот эскиз, который вы будете создавать, как будет работать ваш тандем? Вот вы будете взаимодействовать при написании текста, при постановке этого эскиза? Это обязательное условие лаборатории. Раз у нас есть драматурка, режиссер, они просто обязаны работать в соавторстве. И это 50 на 50 участие? Это все время плавающее, где-то 30 на 70, где-то 50 на 50. В эскизе я буду участвовать минимально, да. И не всегда это должно быть как бы только в дружбе, потому что, ну, рождение происходит в разных. Так интересно, то, что вы рассказываете, как в моей голове это представляется, что есть некий котел, куда бросаются идеи, встречи, впечатления, ощущения. Потом там происходит какая-то магия, и вот выходит этот эскиз, который вот мне уже очень интересно посмотреть. Для вас магия, а для нас муки творчества. Да. Ну, я желаю вам удачи с этими муками творчества, и я верю в то, что мы увидим этот эскиз на сцене нашего театра и получим настоящее удовольствие. А самое главное, увидим те проблемы и, может быть, найдем как родители какие-то пути к их решению. Ну, и подростки, может быть, тоже взрослых начнут понимать чуточку лучше благодаря вам и вашей постановке. Спасибо большое, что нашли время, а это было Актуальное интервью. Увидимся с вами на канале 16.